Как подготовить себя к медитации и надо ли подготавливать себя к медитации? Можно сесть без подготовки, это нормально. И когда стоит вопрос о том, что надо подготавливать сейчас, если это препятствие перед медитацией, тогда без подготовки садись. Потому что сам факт того, что два раза в день медитируешь, он создаёт ритм в твоей жизни. И этот ритм, это как вот качеля качается, и ты её раз, в нужное время подталкиваешь. И тогда она набирает амплитуду, набирает мощь. И так же ты раскочегариваешь внутри себя, ты разжигаешь, раздуваешь вот этот божественный поток. И в какой-то момент ты начинаешь чувствовать ритм в своей жизни. Ритм. Это по-другому я никак не могу назвать. И духовные мастера тоже называют это как ритм. То есть некоторое ощущение такта, что ты... Ну вот знаете, даже в музыке, когда барабаны подключаются, и когда кто-то играет в ритм, говорят, качает. То есть кайф появляется. Да, такой? Это прям... Ну музыка становится вдохновляющей. Если в музыке будет мелодия, но ритма не будет, то очень сложно найти эту энергию. И вот эта вот медитация два раза в день, она даёт этот ритм, попадает чётко в ритм, попадает чётко в ритм. Поэтому очень важно свои телесные ритмы настроить в одно и то же время, в одно и то же время, в одном и том же месте. Это становится идеально. Если у тебя так жизнь организована, что вот у тебя стабильная работа, стабильные дела, которые нужно делать в жизни, это идеально для духовной практики. Ты попадаешь в ритм. В одно и то же время, в одном и том же месте. Ну а что касается подготовки, можно и без подготовки. Но если правильно подготовку подвести, то можно на 300%, на 400%, на 500% улучшить качество своей медитации. И это по факту будут те же там 20-30 минут, которые ты будешь медитировать. Но эти 20-30 минут, это будут как 3-4 часа. Это будет действительно сильная медитация. А сильная медитация, она оставляет очень хороший отпечаток внутри. И она насущностно преобразовывает. То есть одна хорошая медитация, она по сути никогда от тебя не уходит. Она остаётся с тобой, и она продолжает положительно влиять на тебя. Это хорошее воспоминание, хорошее очень чувство. И новое осознание, новые идеи. Но это не точно. Гарантий нету, что ты... Бывает так, что ты сел вообще без подготовки. И надо сделать медитацию. Просто ты принцип принял, что два раза в день, я не пропускаю. Садишься и... В стратосферу. А бывает, подготовился, сейчас у меня будет суперкрутая медитация. Раз. И через 5 минут уснул. Такое тоже бывает. Но, тем не менее, это не означает, что не надо... То есть медитация это некий... Это как вот плазма. Чтобы её удержать, это надо очень-очень высокоразвитую технологию. Нужно такое магнитное поле, там вот учёные пробуют, и у них там несколько секунд удается удерживать. Вот. И духовный поток — это вот такая вот плазма. То есть его очень сложно удерживать. Поэтому он не подчиняется простым таким вещам, что вот... Сейчас Дада тебя перечислит, у тебя начнётся духовный поток. Нет. Но эти вещи увеличивают, высоко увеличивают вероятность этого духовного потока. Но что делать, чтобы хорошо подготовиться к медитации? Во-первых, фактор чистоты очень важен. Комната, в которой ты медитируешь, чисто, без запахов. Протереть пыль, всё-всё-всё сделать, организовать, книги составить, предметы, чтобы не валялись. Всё у тебя аккуратненько и чистенько. И запаха нет, но если есть какой-то лёгкий, очень-очень мягкий, почти неслышимый аромат, который просто создаёт вот эту вот райскую, благостную атмосферу, это помогает для медитации. Не надо сжечь там никакие палки. Вот этот дым, он раздражает. Но если лёгкий присутствует, лёгкий, естественный лёгкий аромат — это хорошо. Нужно себя в чистоту привести. Либо душ принять, либо полуванну сделать. Полуванна занимает одну минуту, увеличивает значительно качество медитации. Потому что охлаждает тело, очищает тело. И вот ты чистый, теперь нужно начинать восходить по лестнице идеации. Вот прыгнуть в идеацию медитации и уловить это чувство, что Высшее Сознание — это всё, что есть. Есть божественный океан, блаженство, вечности. И я един с ним. Это такая идеация, которая для многих даже на интеллектуальном уровне непонятна, не говоря уже о реальном переживании. Поэтому есть инструменты дополнительные. Я использую в практике песни, которые мой мастер оставил как наследие для своих учеников. И я пользуюсь этими песнями. Они называются Праббат Самгит. Пять тысяч восемнадцать песен он сочинил, пока жил. И эти песни отражают разные настроения духовные. И они не представляют собой самую вершину духовности, но высокую духовность. Самая вершина духовности — это когда ты мантру повторяешь. Там максимум расширения сознания. Но если ты пытаешься ту высоту взять отсюда, ты не допрыгнешь и фрустрируешься. Прыгнешь — опять на землю приземлился. Но если ты подпрыгнешь на эту высоту и потом с этого трамплина ты прыгнешь сюда, у тебя есть все шансы. И Праббат Самгит передаёт такое настроение высокое. Например, недавно просто всем пою эту песню. И сам пою, и меня она вдохновляет. Там говорится так... Бхаджо-ри-иста-нам-манамар Бхаджо-ри-иста-нам-манамар Бхаджо-ри-иста-на-ам-манам. Ну там еще два куплета есть. я всё к вам петь не буду, идея песни такая. Бхаджо значит пой, 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 не только пой, но пой с преданностью, пой с любовью. О мой разум, мон амара, мон разум, амар мой. О мой разум, воспевай имя Сознания, имя Высшего Сознания, имя своей духовной цели. В нём пребывает творение и разрушение. В нём вся Вселенная со всеми её процессами. В бренном мире, ступая по пыльной земле, сосредотачивайся на том, что вызывает безупречный восторг. О мой разум, слушай без остановки. Это, ну, человека, то есть с одной стороны, мы – животное существо, то есть тело Homo sapiens, оно к разряду млекопитающих относится. С другой стороны, мы – социальное существо, то есть у нас ещё надстройка есть, надбиологией, у нас есть ещё социум, а ещё у нас есть потенциал. И этот потенциал – он духовный потенциал. И вдруг вот я осознал, что, оказывается, вот этот я из плоти и крови, я могу дотронуться, дотянуться до Божественного. Когда я это осознал, ну, вот в этой песне я такое себе говорю, что я тогда говорю – о мой разум, не трать своё время, о мой разум, не трать своё время, просто без остановки, продолжай дотрагиваться до вот этого великого. Есть дела менее важные – делай самое важное дело, делай самое важное дело. И ты поёшь – бхаджоришто нам, манамар, бхаджоришто нам, манамар, бхаджоришто нам. И в этот момент ты чувствуешь себя вот этим мистиком, который отправляется в великое путешествие, который начинает это великое путешествие, отправляется туда, и это таинственное, захватывающее и действительно триумфальное что-то. И он восхищается этой возможностью, вот, и ты вошёл вот... То есть перед тем, как ты начнёшь делать киртан, Баба Нам Кевалам петь, важно войти вот в состояние, когда твоя грудь переполнена, ты чувствуешь этот момент триумфа, ты чувствуешь момент какой-то такой сладкой чистоты, сладкой-сладкой чистоты, свежести и предвкушения тайны. И вот какие-то я выложил песни на канале, может быть, ещё у меня не супер, как бы легко даётся, чтобы всё в ритме было, да, и спеться, сыграться, вот, но мечтаю по возможности выкладывать больше этих песен. Ты спел, потом начинаешь Баба Нам Кевалам петь, киртан, и уже восходишь на более высокую ступень идеации. Высшее Сознание — это всё, что есть. Ты входишь в идеацию, ты движешься, твое тело движется, ты входишь в идеацию того, что вечный океан блаженства танцует внутри тебя, снаружи тебя. Ты просто волна внутри этого океана, и ты то вечное существо, то бесконечное существо, то бесконечное Сознание, которое проживает человеческий опыт. Опыт, опыт этого тела, радость существующая в форме тела, в форме ума, вот, и ты двигаешься с идеацией, что всё вокруг тебя — это вот эти волны блаженства внутри великого океана. И внутри тебя, и снаружи тебя. И ты в ещё большее состояние такого триумфа входишь. Ну а потом ты садишься и с закрытыми глазами входишь вот в эту тишину, и дальше ты повторяешь мантру, концентрируешься и так далее. Вы знаете, да, как медитировать. Эта подготовка, она повышает твои шансы на хорошую медитацию. И ведь хорошая медитация — это именно опыт усилия и опыт, который приходит... опыт Божественного потока. Он очень вдохновляет. Вот, конечно, усилие — это самое главное. Ты прилагаешь усилие — это как мышцы качать. Приложил достаточно усилий — знаешь, что мышца растёт. Вот, но опыт очень вдохновляет. То есть когда ты так тоже медитируешь, ты в комнату к себе заходишь, и ты чувствуешь, что вот здесь маленький филиальчик рая. Это небесная комната. Ты заходишь туда, и тебе прям хочется там быть. Тебе хочется там медитировать. Вот поэтому старайтесь. Старайтесь прожить этот духовный опыт не книжно, а старайтесь вот эти чувства взрастить внутри себя. Высокие человеческие чувства, которые выше интеллекта, выше обычного культурного контекста, которые на пике человеческой культуры находятся. самые-самые благородные, самые чистые, самые лучшие чувства, которые тебя, каждую твою клеточку перестраивают, каждая твоя клетка, каждый твой атом превращается в космический ритм. Аритм. Вот это интересная очень вещь. Аритм. Аритм. Аритм Бога. Ты прям чувствуешь аритм. Ты прям... Ты ощущаешь, что твоя жизнь наполнена ритмом. Есть такая песня. Аритм. Аритм. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше не помню. В тот день, в тот вечер, когда улыбалась земля. Туми эшэ чилэ. О, великое сознание, ты пришло ко мне. В разуме был ритм в медитации блаженства. То есть вот этот ритм появляется в твоей жизни, и ты чувствуешь, что жизнь твоя в ритме, и от этого есть блаженство. Я желаю вам почувствовать эти хорошие эмоции, хорошие состояния. И каждая клеточка начинает этим ритмом наполняться. Ты становишься носителем вот этого потока. И другие люди, сталкиваясь с тобой, в них тоже открывается это окно. Они думают, о, вот есть же такое, и я так хочу. Напишите в комментариях, может, у вас было когда-то такое. Намаскар. 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 Редактор субтитров А.Семкин